Вопрос номер один на сессии ЗСК сегодня поправки в региональный бюджет. Общий объем доходов увеличивается почти на 8 миллиардов рублей. Это собственные налоговые поступления и привлеченные средства из федерального бюджета. Базовые направления, на которые край потратит деньги – модернизация образования, строительство и реконструкция детсадов, поддержка сельского хозяйства. Часть денег пойдет на развитие коммунальной инфраструктуры. Отдельно на сессии сегодня губернатор говорил о Новороссийске, где побывал накануне. Там глава региона разбирался с проблемой дефицита воды. Вместе с мэром города Владимиром Синеговским Александр Ткачев совершил вертолетный облет Небержаевского водохранилища, а после встретился с новороссийцами. Ситуация критическая и чтобы выйти из водного кризиса потребуются серьезные средства. Я помню ту ситуацию в 2001-2002 году. Мы решили ее. На 70% город практически получал 100% круглосуточную воду. Но с учетом, конечно, пересосшего водохранилища, понятно, мы опять вышли на режим, откатились назад. Чтобы решить эту проблему полноценно потребуется миллиард рублей. И мы в этом бюджете на этой сессии принимаем 100 миллионов. И, конечно, в течение года эти средства нужно будет выделить вместе с городом. Город должен выделить порядка 300 миллионов рублей. Поэтому, если это все произойдет, конечно, мы сможем напоить город водой и круглосуточно полностью вывести его на потребление воды. Сейчас Новороссийск получает воду по графику, а в некоторых районах ее вообще нет. Приходится подвозить автоцистернами. Чтобы окончательно решить проблему, необходимо строительство 13 артезианских скважин и полная реконструкция водоводов. На сессии законодательного собрания сегодня депутаты поддержали решение губернатора выделить из бюджета первый транш Новороссийску 100 миллионов рублей. Ну, я абсолютно уверен, что все эти деньги, даже более того, будут получены. И вопрос будет решен не на уровне лтаний, на уровне каких-то там затыканий от дыр, а вопрос будет решен кардинально. Такое волевое решение, которое, мы думаем, если не на 100, то на решабельный уровень поднимет этот вопрос. То внимание, которое оказал губернатор и то понимание, которое граждане вы проявили, оно, вы знаете, это результат, в общем-то, всех ветвей власти, ну, особенно, конечно, исполнительной. Отдельной строкой идут 103 миллиона из федеральной казны. Они выделяются на реконструкцию ключевого объекта водоснабжения Новороссийско-Небержаевского водохранилища. Еще одно важное направление, которое требует внимания, это сельское хозяйство и животноводство. Африканская чума свиней в прошлом году значительно подкосила свиноводство на Кубани. Еще тогда Александр Ткачев потребовал ввести запрет на выращивание свиней в личных хозяйствах. Сделали ставку на крупные современные мегафермы. Теперь, чтобы поднять с колен животноводство в крае, необходима господдержка. Мы обязаны, я считаю, возродить эту отрасль. И, конечно, нам необходимо вместе дойти до каждого селянина, жителя, сельской местности, не только. Что донести, выращивать свиней старым, дедовским способом больше нельзя. Это опасно. Не только для твоего лично подсобного хозяйства, небольшого хозяйства. Это опасно для твоего района. В ближайшее время, по моему поручению, у межсельских хозяйств разрабатывать целую программу. И, конечно, на это потребуются средства. Сделать производство свинины рентабельным, хотя бы 5-10%, необходима государственная поддержка на килограмм мяса в пределах живка. 10-15 рублей. На сегодняшний день, по сегодняшним ценам. И мы пойдем на эти беспрецедентные меры. Если эти условия будут приняты нами, значит, к нам придут инвесторы, значит, собственный товаропроизводитель, просчитая все, примет решение построить ферму на 20, 30, 50 тысяч голов и так далее. Таким образом, мы в течение трех лет вернемся к цифре миллион поголовья, ну а дальше, так сказать, жизнь покажет. Край готов выделять деньги на создание необходимой инфраструктуры для мегаферм. Потребуется не меньше миллиарда рублей. Эти деньги позволят стабилизировать рынок производства свиней и развивать отрасль. На мой взгляд, достаточно радикальные решения в Крае приняты. Это действительно та отрасль, которая может за короткий отрезок времени под влиянием при участии вице-государства в данной ситуации администрации Края действительно совершить революционный такой порыв. Мы должны потреблять и производить свою продукцию в своем регионе. И мегафермы, которые будут создаваться именно в Краснодарском Крае, они позволят и нас обеспечить сырьем, и другие регионы. И вы знаете, у нас большая часть отдыхающих, которые здравницы. Нас хватит, куда это сырье поставлять. Альтернативой для тех, кто раньше занимался выращиванием свиней в ЛПХ, может стать овощеводство. Край готовит специальную программу. Опыт переняли у лидеров отрасли – Турции и Голландии. Пока же край производит ничтожно мало овощей. А ведь Кубань способна накормить не только себя, но и всю страну. Об этом не раз говорил Александр Ткачев. И сегодня вновь обратил внимание депутатов на программу овощеводства, которая должна стать народным проектом. Фермерам намерены помочь перейти на круглогодичную работу, а в районах создать крупные закупочные центры, куда производители будут сдавать свою продукцию.